Вера Викторовна на эмоциях со вчерашнего дня до сих пор глазам не может поверить. За отопление в двухкомнатной квартире в декабре заплатила 2 900, за январь сумма в квиточке почти 3 700. Однако для одинокой женщины пенсионного возраста это весомые деньги. Вот я живу в этой квартире, в этом доме, я живу 4 года в марте будет. И вот живу в этой квартире, но такого платежа у меня никогда не поступало. И вот в этот раз, вы знаете, я даже заплакала, потому что мне тяжело платить. Для меня, для одной тяжело. Сумма в квитке резко подскочила практически у всего города. Люди тут же буквально завалили соцсети из разных районов, скидывая сумму платежек от тепловиков. Мелодия, полуторка, 4 600. Пятилетки, 5 900. Набережная, больше 5 тысяч за трешку. В целом на 2-3 тысячи больше, чем было в прошлом месяце, горожане недоумевают, как буквально за месяц отопление могло подорожать, при том, что тариф не менялся. Это не связано с тарифом, так как это постоянная величина устанавливается на год и меняется только летом. На изменение суммы платежей в квитанцах влияет теплопотребление. Существенное похолодание приводит к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах требуется увеличение отпуска тепла. Действительно, зима выдалась небывало холодной. Такого не было последние 6-8 лет. А за это время закон обязал устанавливать людей общедомовые теплощетчики, говорит председатель ТСЖ Ренат Шехенуров. Если по нормативу, норматив, да, он идет каждый месяц одинаковое число. То есть нет такой разницы, что в сентябре, в ноябре, как стабильно, каждый месяц. Но по счетчику, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, да вообще весь открытый сезон – это разная сумма. Почему? Потому что это факт. Глава города Константин Светлаков сегодня провел совещание с заместителем директора Пермского «Энергосбыт Плюс» и об итогах отчитался в своем инстаграме. Цитата. По результатам со стороны теплоснабжающей организации обещано тщательно проверить информацию по каждому обращению жителей города, устранить ошибки в начислениях, если таковые имеются, провести дополнительную работу с жителями по вопросам начисления платежей. Февраль по факту еще холоднее. Как сэкономить, чтобы не переплачивать? Специалисты пермских филиалов «Т-Плюс» и «Энергосбыт Плюс» советуют, чтобы не обогревать улицу, нужно следить за домом, утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков, а также поставить энергосберегающее оборудование. Прогнозы синоптиков говорят о том, что в следующем месяце суммы будут по-прежнему высокие, зато с приходом весны ситуация изменится, и в марте-апреле цифры в тепловых квитках начнут снижаться. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.